Друзья, всем привет! Многие из вас, кто изучает английский самостоятельно, наверняка сталкивались с такой проблемой. В интернете множество сайтов, ресурсов, платформ, всевозможных сборников, учебников, материалов. Столько информации, что легко в ней запутаться и вообще трудно понять, какие материалы стоит изучать, какие не стоит. Поэтому в этом видео я сделал для вас подборку из 10 сайтов, которые на самом деле помогут вам в изучении английского языка. Are you ready, guys? Let's start! Study.ru Очень классный ресурс, понравился он мне в своей навигации. Все очень структурировано. Значит, первое, можно подобрать репетитора, либо онлайн-школу. Второе, кто занимается самостоятельно, заходите в уроки онлайн, и там будет прям по уровням такая табличка. Выбираете нужный уровень, начинаете заниматься, читаете статью, делаете упражнения, тесты на закрепление. Все предельно понятно и очень четко, классно. И последнее, там еще есть статьи про, ну просто про английский, какие-то общие темы, не только грамматика. Разговорники, подборки слов. Чем хороший разговорник? Все поделено на ситуации. То есть в аэропорту, в кафе, там не знаю, в магазине. Опять же повторю, очень классная структура и навигация. Этим понравился сайт. Поэтому заходите, читайте, занимайтесь. Lingua Leo. Да, это не только приложение, но еще и ресурс, такая платформа. Поэтому, кто любит заниматься за компьютером, пожалуйста, заходите на их сайт. Значит, что нужно сделать в первую очередь? Это пройти тест на уровень английского языка. Так будет проще ориентироваться, какой материал изучать, какие темы пройти в первую очередь. Потом, что рекомендую? Там есть такая кнопка в джунгле. Нажимаете и оказываетесь на самом деле в джунглях материалов по английскому языку. Там столько всего, реально можно заблудиться. Значит, секция первая, это музыка, там всевозможные клипы, песни. Вы смотрите, слушаете, субтитры есть, можно их разбирать. Мышкой нажимаете на слово, там наводите просто мышкой, появляется перевод. Поэтому очень классная такая штука. Кто любит музыку, вот он, отличный материал. Дальше есть секция с видео. Там фильмы, какие-то фрагменты, сериалы, YouTube-видео, всевозможные ролики. То же самое, можно смотреть, слушать, переводить, субтитры разбирать. В общем, очень классно. И отдельно еще есть секция, все это в джунглях, да, я говорю, все в джунглях. Книги, статьи, коллекции. В общем, материала очень много. Ну, а кто из вас любит поиграть, геймификация, посоревноваться с друзьями, там есть раздел с играми. Вы можете прокликивать на время карточки, там угадывать слова. Кто быстрее сопоставит, всякий перевод напишет. В общем, очень здорово. Плюс, очень интересно, что LinguaLeo это не только про английский. Там есть еще другие иностранные языки. Поэтому, кому интересно, заходите на LinguaLeo, занимайтесь. Может быть, не только английский, может быть, там немецкий и французский вам интересен. Поэтому заходите. Долинго.ком Наверное, так произнесся по-русски. Значит, что меня больше всего впечатлило? Вы выбираете язык, скажем, английский, и делаете тест. И система сама подбирает вам материал, что нужно изучать. То есть, самому думать не нужно. И самое главное, очень большое внимание уделяется пониманию на слух английской речи. Listening. Даже в тесте это не просто нужно там прощелкать, выбрать правильные варианты. Вы слушаете и уже думаете, что вы услышали, расставляете слова по порядку, там, или выбираете нужные варианты. В общем, очень большой акцент сделан на аудировании. Это классно, потому что многие сайты, платформы, ресурсы забывают про это. И люди уже освоили грамматику, много слов знают. Немного могут говорить, но вот на слух очень большая проблема, ничего не понимают. Вот в Долинго об этом позаботились. Ну и сама структура, как в приложении. Там, так скажем, иерархия этих тем. От простого к сложному, вы прям пошагово открываете одну, другую, третью, набираете очки. В общем, элемент игры там сохраняется, как и в приложении. Геймификация. Кому это нравится, кому интересно, так скажем, играть в английскую игру, пожалуйста, you're welcome, заходите на doolingo.com, занимайтесь. Englishspeak.com. Да, я называю сайты на русский манер в этом видео. Значит, это у нас разговорная платформа. 100 диалогов, записанных аудио, на повседневные темы. Знакомство, друзья, семья в ресторане, в спортивном зале и так далее. Чем понравилось? То, что есть две скорости. Медленная и побыстрее. Но одновременно это и минус, потому что замедлялась запись явно в программе, поэтому голос как у робота. И, честно говоря, даже нормальная скорость воспроизведения немножко роботизирована. Но, тем не менее, это же для начинающих платформа, поэтому отлично. Новичкам нужно помедленнее, почетче, хоть даже там как будто бы робот говорит, не страшно. Для начала пойдет. А также там есть подборки из слов и фраз. Там, кажется, тысяча слов, полторы тысячи фраз. В общем, кто любит заниматься изучением слов списками, пожалуйста, вот оно. Конечно же, когда мы говорим про крутые сайты для изучения английского языка, не могу не сказать про сайт... Догадались, какой? Конечно. English.ru. Это сайт онлайн-школы английского языка English. Чем он хорош? Там вы найдете сотни мега-крутых статей по английскому языку, по грамматике, с классным объяснением, с примерами, со вставками из фильмов и сериалов, чтобы вы послушали, как то или иное правило используется в реальном языке, в живой речи. Плюс есть статьи с подборками из фраз, выражения, какие-то разговорные вещи, то есть прям разговорники, да? Это все тоже можно найти на сайте English. Более того, самое полезное, я так считаю, это статьи с методиками, лайфхаками, подходами к изучению английского языка. Ведь одно дело просто зубрить грамматику, а другое дело знать, как именно нужно учить язык, чтобы максимально быстро и эффективно его освоить. Более того, есть разборы фильмов, сериалов, песен. Также вы можете подписаться на еженедельную рассылку и получать материалы в почту. Либо использовать такой инструмент, как органайзер. Он поможет вам спланировать занятия, ведь очень важен график. Ведь если вы понимаете, что у вас занятие в понедельник, в среду и пятницу, у вас получается уже такой режим, график, и вам сложнее просто соскочить и забросить английский язык. Вы привыкаете и постоянно потихоньку-потихоньку занимаетесь. И самое важное, материалы Inglix готовят профессиональные преподаватели и лингвисты. Это же онлайн-школа, поэтому контент у них высочайшего уровня. Ну и, конечно, кому надоест или надоело уже изучать английский язык самостоятельно, Inglix — это же школа. Вы всегда можете им написать или позвонить, и они вам подберут преподавателя, и у вас намного быстрее пойдет динамик в изучении языка. Поэтому очень рекомендую Inglix. Очень классный сайт, масса контента. Я не знаю, учить, не переучить. Наверное, вам года не хватит, чтобы каждый день, занимаясь, все это пройти. Два очень похожих сайта, более специализированные. Они помогут вам в изучении слов. Первый — Quizlet. Да, это не только приложение, это еще сайт. Но вы наверняка знаете. Делаете свои карточки и потом учите слова. Либо, если лень делать свои карточки, то вы находите чужие и по ним занимаетесь. А вот Memrise, не знаю, так он произносится, Memrise, в общем, почти то же самое, только больше визуализации. Там использованы картинки, всевозможные мемы, иллюстрации и видеоролики, записанные носителями языка. То есть, этим сайт выделяется, прям, так скажем, значительно выделяется на фоне других подобных решений, там, приложений. Видеоролики. То есть, вы не просто учите слова, но еще и запоминаете, как произносятся эти слова, слушаете речь носителя языка, разных носителей, да, не только одна озвучка, а разные люди озвучивают. В общем, listening, то есть восприятие на слух, можно очень неплохо прокачать, используя Memrise. Прекрасный ресурс для изучения грамматики английского языка. Все объясняется по-русски, кратко, четко, понятно. В конце каждой статьи есть тест на закрепление материала. Очень рекомендую, не пожалеете, заходите, изучайте грамматику. Что нужно сделать? На главной странице выбираете уроки по грамматике, там можно выбрать уровень, какой у вас, скажем, средний, начальный там, и прям подряд идете, изучаете темы. Но рекомендую все же начинать с самого начала, с начального уровня, потому что, может быть, что-то упустили, что-то недопоняли. Здесь все можно повторить, закрепить. Очень классная штука. Плюс, если вам нужно просто какую-то определенную тему, вы знаете, ага, так, сослагательно, я подзабыл. Или, может быть, условные предложения, или там артикли. Вы идете в грамматический справочник, выбираете нужную тему и повторяете, закрепляете. Очень полезный ресурс, заходите, не пожалеете. Учи английские сегодня точка ком. Да, если перевести на русский. Этот сайт тоже по грамматике, но уже на английском языке. Поэтому подходит, конечно, не новичкам, а тем, кто уже, скажем, на уровне чуть ниже среднего. Чем хорош? Очень простые, лаконичные, четкие, понятные объяснения и хорошие примеры. То есть не просто правила, 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 а очень много примеров. То есть из примеров вы уже поймете, как та или иная структура, фраза используется на английском языке. И еще скажу пару слов про correctenglish.ru. Там есть раздел типичной ошибки. Например, грамматика, времена, по simple. Выбираете, открывается таблица. И там прям разобраны, какие ошибки люди чаще всего допускают в образовании по simple. Классный материал, можно потренироваться. Плюс еще есть интерактивные уроки. Тоже можете поделать упражнения. И что мне еще понравилось? Секция тесты. Тоже и грамматика, и фразовые глаголы, и сленг. Вот я прошел тест по сленгу. Кое-что там я не знал, подучил. Но опять же, сленг это не самое важное в английском языке. Если вы только начинаете учить английский, то нужно, конечно, больше грамматику учить. Сленг успеете потом, когда у вас будет средний уровень или повыше. Часто меня спрашивают, где брать материал для чтения. Что читать, книги или статьи и так далее. Вот два сайта на экране, заходите. На этих ресурсах вы найдете адаптированные книги. Да, например, Шерлок Холмс. В оригинале довольно тяжелая вещь, но вот адаптированная, это просто пересказанная простыми словами, та же самая книга, история, рассказ. Поэтому скачивайте по уровню, да, эти книги делятся по уровням. Начальный, ниже среднего, средний, выше среднего и так далее. Берете текст по вашему уровню и читаете адаптированную книгу. Это отличный способ тренировать reading, чтение. И более того, на этих ресурсах еще вы можете найти аудиоверсии этих же книг. То есть и читаем, и слушаем одновременно. Это очень эффективно, очень классное упражнение. Не только чтение, но и listening мы улучшаем. И еще есть один сайт, тоже ссылка на экране. Это уже не то, что книги, это просто короткие рассказики. Короткие, скорее даже детские. Я бы рекомендовал этот сайт для детей. У кого есть там младшие братья, сестры или дети, можно заниматься. Но тем не менее, кто-то сам не против почитать такие простые рассказы на начальных уровнях. Может быть книги еще сложные, даже базовые. Так что вот, эти три ресурса используйте, чтобы тренировать чтение. Очень рекомендую. Друзья, пишите в комментариях, что в английском языке вам дается сложнее всего. Какой навык, какая деятельность. И в следующих роликах я постараюсь вам помочь, рассказать, что с этим делать, как с этим справиться. Вы смотрели канал Englex. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Ставьте лайки. Жмите на колокольчик, чтобы наши ролики не пропускать. See you guys very soon in the next video. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok